Итак, твоя цель как души – испытать себя как всё, что есть. Мы развиваемся. Мы становимся. Становимся чем, мы не знаем. Мы не можем этого знать, пока не доберёмся до места назначения. Но для нас это путешествие радостно. И как только мы доберёмся туда, как только мы создадим следующую высшую идею о том, кто мы есть, мы создадим более великую мысль, высокую идею, и будем продолжать радоваться вечно. Ты со мной? Да, теперь я почти смог бы повторить это дословно. Хорошо. Итак, смысл и цель вашей жизни – решить и быть теми, кто вы есть в действительности. Вы делаете это каждый день. Каждым поступком, каждой мыслью, каждым словом. Насколько вы довольны своим опытом бытия теми, кем вы есть, настолько вы движетесь в русле процесса созидания, внося лишь незначительные исправления то там, то тут, чтобы больше приблизиться к совершенству. Парамаханса Йогананда – вот пример человека, который был очень близок к совершенству в смысле отражения своего представления о себе. Он очень ясно понимал, кем он является и каково его отношение ко мне. И свою жизнь он посвятил тому, чтобы отразить свое понимание. Он хотел воплотить в жизненный опыт свое представление о себе, собственной реальности. Познать себя как такового на практике. Байпрут делал то же самое. Он очень ясно понимал, кем является и каково его отношение ко мне. И свою жизнь он посвятил, чтобы отразить это, чтобы познать себя в своем собственном жизненном опыте. Немногие люди живут на этом уровне. Конечно, у Мастера и Байпа были совершенно разные представления о себе. Но оба они великолепно воплотили их в жизнь. И, несомненно, у обоих были разные представления обо мне. Они исходили из разных уровней осознания того, кто я есть, и того, каково их истинное отношение ко мне. Эти уровни осознания находили свое отражение в их мыслях, словах и поступках. Один большую часть своей жизни провел в мире и покое и доил мир и покой другим. Другой жил в беспокойстве, суматохе и иногда в гневе, особенно, когда не мог добиться своего, и приносил суматоху в жизнь окружающих его людей. Однако у обоих было доброе сердце. Не было человека мягче, чем Бэйп. И разница между ними в том, что у одного не было практически ничего, в смысле физических приобретений. Но он никогда не хотел большего. А у другого было все. Но он так и не получил того, чего действительно хотел. Если бы это был конец для Георга Германа, думаю, нам всем было бы немного грустно за него. Но душа, которая воплотилась как Бэйпрут, еще далеко не завершила процесс называемой эволюцией. У нее была возможность пересмотреть опыт, созданный ею для себя и для других. И теперь, стремясь создавать и воссоздавать себя во все более великих версиях, она решает, какой опыт далее ей хотелось бы получить. Тут мы прикрытим наш рассказ об этих двух душах, потому что обе уже сделали свой следующий выбор относительно желательного опыта. И фактически уже получают его. «Ты имеешь в виду, что оба уже реинкарнировали в новые тела?» Было бы ошибкой думать, что реинкарнация, возвращение в другое физическое тело, является единственным возможным вариантом. «Каковы другие варианты?» По правде говоря, любые. Я уже объяснял в этой книге, что происходит после того, что вы называете смертью. Некоторые души чувствуют, что они еще многое хотели бы узнать, и поэтому они идут в школу, в то время как другие, которые вы зовете старыми душами, учат их. Чему же они их учат? Тому, что им нечем учиться. Что им никогда не нужно было ничему учиться. Что все, что им нужно сделать, это вспомнить. Вспомнить, кто и что они есть в действительности. Их учат, что опыт того, кто они есть, они получают в реализации, в бытии тем, кем они являются. Им напоминают об этом, ненавязчиво показывать такой опыт. Другие души уже вспомнили об этом, к тому времени, как они оказались, или вскоре после того, как они оказались, по ту сторону. «Сейчас я использую хорошо знакомый тебе язык, разговорный, чтобы слова мешали как можно меньше». Эти души могут стремиться к немедленной радости и переживании того, чем они желают быть. «Они могут выбирать из миллионов, квадриллионов аспектов меня и решить испытать выбранный аспект сразу же. Некоторые могут предпочесть вернуться для этого в физическую форму. Любую физическую форму. Любую». «Значит, правда, что души могут возвращаться в облике животных и что Бог может быть коровой? И что коровы действительно священны? Святая корова? «Извини. У тебя была целая жизнь, чтобы разыгрывать комедию. И, кстати, взглянув на твою жизнь, можно сказать, что ты с этим неплохо справился». «Бабах! Не в бровь, а в глаз. Если бы у меня здесь были кимвалы, я бы в них ударил. Спасибо, спасибо. Но серьезно, ребята, ответ на вопрос, который ты по существу задал, может ли душа вернуться как животное? Да, конечно. Но настоящий вопрос в том, захочет ли она? Наверное, ответ нет. У животных есть душа? Любой, кто когда-либо смотрел в глаза животному, уже знает ответ. Тогда откуда я могу знать, что моя бабушка не вернулась к нам, как моя кошка? процесс, о котором мы здесь говорим, это эволюция, самосозидание и развитие. эволюция двигается в одном направлении, всегда вверх. Самое большое желание души – это испытывать все высшие аспекты себя. поэтому она стремится двигаться вверх, а не вниз по лестнице эволюции, пока не испытает состояние, которое назвали нирваной, полное единение со всем, то есть со мной. Но если душа желает все высшего опыта себя, зачем ей снова возвращаться в человека? Это наверняка не может быть шагом вверх. Если душа возвращается в человеческую оболочку, это всегда попытка получить дальнейший опыт, то есть эволюционировать дальше. У людей наблюдается много уровней эволюции. Душа может возвращаться много раз, много сотен раз и продолжать развиваться вверх. Однако движение вверх, самое большое желание души, не достигается при возвращении в более низкие формы жизни. Поэтому таких возвращений не бывает. По крайней мере, пока душа не достигает полного воссоединения со всем сущим. Значит, есть новые души, которые приходят в мир каждый день и принимают низшие формы жизни? Нет. Каждая созданная когда-либо душа была создана сразу. Мы все присутствуем здесь, Но, как я уже объяснял, когда душа, часть меня, достигает конечной реализации, она может выбрать начать сначала. Буквально все забыть, чтобы снова все вспомнить и воссоздать себя заново еще раз. Так Бог продолжает снова и снова испытывать себя. Кроме того, души могут повторно использовать любую форму жизни на любом уровне так часто, как им нравится. без реинкарнации возможности возвращаться в физическую форму. Душе пришлось бы свершать все, к чему она стремится за одну жизнь, что в миллиард раз короче, чем один миг на космических часах. Поэтому, конечно, реинкарнация это факт. Она реальна, она целесообразна и она совершенна. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова